так здравствуйте уважаемые студенты абитуриенты мы с вами начинаем разбирать очередной наш вариант дтм скажу сразу то что он состоит из 20 вопросов и не такой уж сложный ну пожалуй начнем а первое наше задание это посчитать сумму тут я разбил каждую скобку на 2 архитической прогрессии первая прогрессия получается сумма от 1 до 20 деленное на 2 умножить на 20 то есть это как сумма мы считаем первый член плюс последний делен на 2 умножить на их количество у нас получается 210 с дорогами то же самое наверху у нас получится 210 по той же формуле а внизу у нас знаменатели 5 сокращаем 200 10 на 5 у нас получается 42 теперь надо их прибавить получается 210 плюс 42 252 довольно таки простое задание если вы знаете архитическую прогрессию второе значит известно то что а у нас меньше чем 0 b и c больше чем 0 значит они положительные а у нас отрицательные давайте раскроем скобки тут мы сокращаем корень и степень у нас остается c минуса дальше из-за того что у нас модуль мы должны разобраться внутри у нас плюс или минус если присмотреться то у нас а у нас отрицательным умножить на минус 2 будет плюс положительный плюс положительный тоже положительно значит внутри модуля у нас плюс 1 но из-за того что перед модулем у нас стоит минус мы должны раскрыть модуль меняя знак у нас получается минус b плюс 2а и последний если вы заметили тут у нас формула а минус 2b в квадрате квадрат корень друг друга уничтожает но у нас остается тут модуль когда раскрываем модуль а до раскрываем с минусом потому что а у нас меньше чем 2b и у нас тогда получается плюс 2b минус а значит 2а минус а минус а сокращаем и у нас остается c плюс b или b плюс c как у нас указано в варианте c идем дальше следующее задание третье надо вычислить если нам дали значение значит сразу подставляем вместо икса 2021 и у нас остается 1 в кубе плюс 3 умножить на 1 в квадрате плюс 3 умножить на 1 а это у нас получается с 1 плюс 3 плюс 3 то есть еще в конце мы двойку забыли плюс 2 и у нас это получается 9 тоже несложное задание следующее давайте запишем то что у нас спрашивают сначала у нас есть уравнение x квадрат минус bx плюс 9 равняется нулю и отсюда у нас вот такое вот выражение 1 деленное на из-под корня x1 плюс из-под 1 деленное на из-под корня x2 у нас это получается равно двум по условиям давайте проведем к общему знаменателю у нас получается из-под корня x2 плюс из-под корня x1 деленное на из-под корня x1 x2 равняется 2 мы знаем чему у нас равняется произведение потерями вид у нас произведение равно 9 потому что уравнение приведенное, а корень из 9, тогда получается 3. И у нас остается корень из х2 плюс корень из х1 равно, это мы переносим сюда, 2 умножить на 3 будет 6. У нас спросили найти b, так давайте вот это мы возведем в квадрат. Тогда у нас будет х1 в квадрате плюс 2 на корень х1 и х2 плюс х2 в квадрате. Но из-за того, что у нас тут были корни, корни и квадраты друг друга всегда, и у нас остается просто х1 плюс х2, то, что нам и надо. Это у нас равняется 36 минус 2 из-под корня х1 и х2. А из-под корня х1 и х2 у нас равняется 3. Подставляем сюда 3 и у нас получается то, что х1 плюс х2 равно 30. А это и есть b. Ответ значит а. Идем дальше, пятое задание. Давайте посчитаем тут сразу сумму. У нас получается корень из 3 на корень из 2 умножить на корень из 4 умножить на корень из 5 на корень из 4 умножить на и так далее. Последним у нас останется корень из n плюс 1 деленный на корень из n равно корень из 61. Сокращаем все лишнее. Все сократится. И у нас останется корень из n тоже идет. У нас останется корень из n плюс 1 деленный на корень из 2, который равняется корень из 61. возводим в квадрат у нас остается n плюс 1 равно 122 я единиц корни из двух сразу принес сюда и отсюда у нас n получается 121 то есть варианты идем дальше значит заказа на 112 детали первый рабочий выполняет на два часа дольше чем 2 сколько деталей за час сделать первый рабочий есть известно что 2 за час делать на одну деталь больше чем 1 давайте это мы распишем виде уравнение у нас получается 112 деленное на x минус 112 деленное на x плюс 1 и плюс и минус 2 или же мы можем тут сразу приравнять их то есть из-за того что нам сказали то что первые делают на два часа дольше значит мы сюда добавляем будет затем мы переносим все в одну сторону 112 на x минус 112 на x плюс 1 минус 2 равняется 0 приводим к общему знаменителю и у нас получается следующий уравнение значит 1 умножаем на x плюс 1 2 умножаем на x 3 умножаем на x x плюс 1 тогда у нас остается 112 x плюс 112 минус 112 x минус 2 x квадрат минус 2 x равно нулю делимся сокращаем сначала минус 111 x и 120 x делим все это на минус 2 у нас остается x квадрат плюс x минус 56 равно 0 отсюда у нас два корня выходят x равно минус 8 x равно 7 естественно отрицательное число мы не берем так как скорость может быть отрицательный мы берем 7 вариант вот идем дальше 7 задание она у нас было если вы помните и сразу поставлю по известной нам формуле то что м1 на омега-1 плюс м2 на омега-2 равняется м1 плюс м2 умноженной на омега-3 получается 8 литров 15 процентного плюс 12 литров 25 процентов равняется 8 плюс 12 умножить на x и решим это уравнение у нас получается 120 плюс 300 равняется 20 умножить на x и отсюда x у нас равняется 21 проценту то есть ответ да идем дальше даны нам две прямые d1 d2 при каких значениях при каких отрицательных значениях м прямые будут параллели это очень просто если вы помните у нас было то что отношения прямые считаются параллельными есть у нас отношение коэффициентов равны между собой то есть m плюс 1 деленное на 8 мы должны приравнять к 1 деленное минус 1 эти коэффициенты вот отсюда коэффициент 1 икса 2 икса 1 ик 1 2 ик м минус 1 решаем данное уравнение у нас получается m квадрат минус 1 равняется 8 значит м равняется плюс минус 3 у нас спросили отрицательное значение поэтому мы берем в ответ минус 3 следующая девятая хорошее задание я тут отметил значит сразу уравнение которые нам дали давайте запишем с квадрат плюс 16 x плюс 2 а минус 13 что нам известно нам известно то что функция квадратичная значит ее можно записать вот в таком вот виде в квадрате плюс 2 а плюс так вот тут давайте мы запишем это как для того чтобы вот тут была формула я сюда впишу значит минус 64 тогда у меня тут превратится в плюс 51 и если вы проверить как раз минус 64 плюс 51 будет минус 3 нас так что ничего не поменялось тогда 21 тут 51 остается дальше отсюда делаем то чтобы у нас равно 8 формулу мы собрали потому что 64 в квадрате это восьмерка нам дает значит x квадрат плюс 3x x плюс 3x без квадрата откуда это x если мы посмотрим на рисунок нам сказали то что 3 о а равняется а б отсюда вы то что если вот этот x то а б это будет 3x а вместе они мне дают 8 потому что вершина в точке 8 значит x плюс 3x равно 8 4x равно 8 x равняется 2 а если у меня x равняется 2 значит у меня а равняется 2 почему это происходит потому что у меня вот тут вот точек касания это как раз длина а а у меня имеет координату 2 значит так идем дальше что нам еще известно нам известно то что фа 2 равняется нулю фа 2 равно нулю это мне дает следующее равенство я могу подставить вместо x а двойку это приравняется к нулю давайте так и сделаем получается минус 4 плюс 32 плюс 2 а минус 13 равно нулю решаем значит данное выражение у нас остается 2а равно минус 15 отсюда а равняется минус 15 а вот да объемное задание но не сложную если хорошо понимаете функцию значит можно разобраться следующее сколько действительно корней имеет данное уравнение давайте сделаем следующее раскрытие скобок нам надо чтобы у нас после раскрытия получились одинаковые иксы поэтому мы возьмем 1 с последним 1 с третьим 2 с 4 то есть мы будем использовать перекрестное произведение у нас останется x квадрат плюс 7 x минус 3 x минус 21 в первой скобке во второй скобке тогда x квадрат минус 5 минус x плюс 5 x минус 5 равняется 297 делаем замену давайте сначала простим x квадрат плюс 4 x минус 21 в первой скобке во второй скобке у нас остается x квадрат плюс 4 x минус 5 равно все это 297 давайте мы заменим следующим образом это мы возьмем как т а вторая скобка тогда у нас будет если тут у нас 21 то мы должны добавить 16 значит и плюс 16 кто не понял замена вот у нас т вот это у нас из-за того что тут минус 21 мы добавим 16 у нас получится минус 5 это у нас равняется 297 дальше у нас идет следующий значит раскрываем скобки т квадрат плюс 16 т минус 297 равняется нулю давайте посчитаем дискриминал дискриминату походит 256 плюс 4 умноженное на 297 так и тут у нас у нас получается значит 1188 плюс 256 а это 1444 а после этого мы тут значит подставляем находим т минус 16 плюс минус корень из 1444 это 38 деленное все это на 2 у нас тогда получается минус 16 плюс 38 это у нас получается 22 делим на 2 это 11 а если мы с минусом возьмем то минус 16 минус 38 это получается 54 делен на 227 только с минусом а мы заменили на x квадрат плюс 4x минус 21 напоминаем у нас получается x квадрат плюс 4x минус 21 равняется 11 значит x квадрат плюс 4x минус 32 равняется нулю то из-за того что тут дискриминат больше нуля сразу видно то что выходит два корня на у нас просили количество корней а x квадрат плюс 4x минус 21 равняется минус 27 значит x квадрат плюс 4x плюс 27 значит у нас получается плюс 6 тогда останется равно нулю 16 минус 24 тут дискриминат меньше нуля значит корней а значит корня нет у нас в итоге все равно выходит 2 корня 2 корня это наш ответ а идем дальше 11 это у нас вот такая вот система для того чтобы решить эту систему давайте мы сначала умножим первое наше уравнение на 3 нас тогда останется 6 x квадрат минус 15 x y плюс 9 y квадрат равно 60 а второе у нас получится 3x квадрат минус 5 x y то есть мы просто перепишем плюс 2 y квадрат равно 6 здесь можете их приравнять или можете сразу от большего отнять от первого отнять второе у вас тогда получится следующий уравнение 3x квадрат минус 10 x y плюс 7 y квадрат равно нулю это получается уравнение с двумя неизвестными давайте разложим на скобки у нас это получится x минус y и 3x минус 7 y равно нулю значит произведение у нас равняется нулю если хотя бы один из множителей равняется нулю давайте мы возьмем если у нас x равен y тогда мы подставляем сюда и у нас как раз получается но но если у нас x равен y подставим в первое уравнение у нас останется 2 x квадрат минус 5 x квадрат плюс 3 x квадрат не должно равняться 20 то есть должно равняться 27 но если мы посчитаем у нас получается 0 поэтому у нас не подходит берем 2 если у нас вторая скобка равна нулю то есть игрек равняется тогда 3 x деленное на 7 тогда у нас получается 2 x квадрат минус 15 x квадрат деленное на 7 то есть мы подставляем в первое уравнение плюс 27 x квадрат 49 равно 20 тогда у нас получается 20 x квадрат если посчитать деленные на 49 равно 20 отсюда сокращаем x равняется плюс минус 7 а игрек тогда будет равняться плюс минус 3 у нас просили сумму сумма всех решений равна нулю плюс минус 7 плюс минус следующий 12 найдите наибольшее значение наибольшее значение для того чтобы найти давайте мы распишем это соберем так сказать формулу я запишу 5 косинус квадрат x и плюс 5 синус квадрат x то есть я добавляю тебя 5 синус квадрат x конце мы отнимем чтобы у нас получилось плюс 3 синус квадрат x плюс удвоенное произведение 2 корень из 3 синус x на косинус x и в конце у у нас там должно получиться 3 синус квадрат x а мы добавили 2 единицы значит отнимем 2 единиц вот такое у нас выражение получается давайте упростим 5 за скобку синус квадрат плюс косинус квадрат это 1 естественно для этого мы добавляли синус квадрат и добавляем значит корень из 3 синус 2 x потому что это формула двойного синуса а минус 2 синус квадрат я могу расписать как 1 минус косинус 2 x давайте раскроем скобки у нас останется 4 плюс корень из 3 синус 2 x плюс косинус 2 x а специально для таких функций у нас была формула если вы помните то что а синус x плюс b косинус x находится в промежутке то есть оба значения это от а квадрат плюс b квадрат с подкорной и до того же то есть от минус а квадрат плюс b квадрат с подкорной до а квадрат плюс b квадрат с подкорной без минус подставляем данное выражение только у нас есть плюс 4 об этом не забываем поэтому мы добавляем четверку вот сюда и от сюда получается подставляем корень из 3 квадрате 3 1 квадрате 1 из подкорни и плюс 4 наибольшее значение у нас тут получается 2 плюс 4 то есть 6 это у нас варианта идем дальше 13 задание тоже интересно давайте мы посмотрим на то что нам дает известно что f минус 1 от икса это обратная функция для игрок равняется фитекса так это означает следующее есть я запишу это давайте сначала запишем фото 1 равно b тогда f от минус 1 b равняется а вот такой вот у нас свойство давайте мы поставим точку f от 3 f от 0 равняется 3 f от 5 равняется 6 если вы посмотрите на график значит f от 5 равно 6 значит f от минус 1 по первому по вот этому вот признаку получается от пяти равно от 6 равно 5 тогда у нас f от минус 4 еще есть от минус 4 равняется нулю вот в этой точке значит f от 4 равно нулю значит f минус 1 от 0 равняется минус 4 вот а у нас спросили как раз вот этот выражение f от минус 1 от 6 это 5 подставляем дальше плюс f от 0 это 3 и плюс f от f минус 1 от 0 это минус 4 минус 4 получается это просто 4 ответы идем дальше опять у нас график по указанным данным на рисунке найдите f штрих от 0 многочлен 3 степени если это многочлен 3 степени давайте запишем то что нам дали нам дали то что f от x а значит я могу записать как многочлен 3 степени если вот это вот . минус 2 вот это вот . 3 то минус 2 и 3 это наши корни получается если какой-то коэффициент умножены на первый корень это x плюс 2 2 корень это x минус 3 а 3 корень из того что это начали третьей степени значит у нас есть и третья скобка x пусть будет какой-то а тогда у нас f от нуля должно равняться f от нуля если мы подставим 0 должно это равняться 6 тогда получается b умножить на 2 умножить на минус 3 мы поставили 0 вместо x умножить на минус а равно 6 отсюда 6 а б равно 6 и отсюда а б тогда равняется 1 хорошо это у нас уже есть дальше f штрих от минус 2 давайте возьмем посчитаем производную каждую по каждой скобке штрих от минус 2 это у нас получается b x минус 3 x минуса плюс b x плюс 2 x минуса каждую скобку значит считаем и плюс b x плюс 3 нужно от этого можно сделать вот b умножить на минус 5 минус 2 если подставить умножить на минус 2 минуса плюс 0 плюс 0 отсюда получается то что наши 10b плюс 5 а б равняется нулю отсюда а мы знаем а b это 1 значит b у нас равняется минус 1 2 а равняется минус 2 тогда хорошо это мы нашли теперь последнее то что у нас просили это f штрих в точке x нулевую давайте это посчитаем f штрих у нас получится если посчитать минус x плюс 2 x минус 3 минус 1 2 x плюс 2 в квадрате и тогда подставляем 0 получается 6 минус 2 то есть 4 такой ответ я надеюсь есть это у нас идем дальше далее нам значит интеграл интеграл если расписать то мы получаем x квадрат минус x от b до а который равняется 28 давайте поставим сразу нас получится квадрат минуса минус b квадрат плюс b равно 28 раз по формуле груз группировку сделаем это будет а минус b на а плюс b отсюда мы вынесем минус 1 за скобку у нас а минус b равно 28 а минус b тогда за скобку во второй скобке останется а плюс b минус 1 равно 28 нам также дали то что а плюс байка сравняется 8 подставляем 8 значит а минус b у нас равняется 28 делен на 7 вот тут выходит 7 а это у нас значит 4 а плюс b 8 а минус b 4 давайте через способ сложения найдем а 2 равняется 12 а отсюда равно 6 то есть это у нас варианты идем дальше 15 найдите площадь равнобедренного треугольника если углы хорошо значит нам дали углы давайте мы будем это использовать примерно вот равнобедренный треугольник представим вот это по 45 есть эти углы по 45 то тут остается 90 значит треугольник не только равнобедренный но еще и прямоугольник значит расстояние вот этого 3 если это 3 то вот это тоже 3 потому что это прямой угол а тут опять 45 равнобедренный треугольник получается а что тоже 3 тогда вся сторона будет 6 у нас просили найти площадь которые находятся по форме 1 2 а на b получается 1 2 умножить на 6 квадрате то есть 18 это у нас бы идем дальше начнем дали трапецию с основанием bc bc у нас равняется 2 а д у нас равняется 10 ее можно вписать окружность можно описать окружность у нас было такое свойство если помните мы доказывали это у нас тогда получилось то что центр описанная окружность будет расположен вне трапеции это я пожалуй скажу то что надо лучше запомнить следующие 18 давайте найдем площадь треугольника abc по координатам иначе у нас есть площадь треугольника самый лучший способ тут нарисовать нас получается вот такая вот система координат первая точка это 12 давайте примерно тогда будем брать 1 по игре по 2 вот 12 2.b это 54 это вот тут бы 54 есть также . c 36 у нас получается значит вот такой треугольник давайте мы достроим до квадрата и посмотрим какие у нас стороны для того чтобы найти площадь треугольника можно найти площадь квадрата и отнять площадь вот этих вот прямоугольных треугольников для того чтобы это сделать площадь квадрата у нас если вы обратили внимание вот тут 6 а вот тут высота 2 значит сторона 4 значит вот это 4 получается 16 квадрате 4 квадрате 16 а вот эта вот сторона это 2 потому что тут три а тут один получается 4 на 2 внизу тоже вот этого 45 минус 1 вот этого 2 таких треугольников у нас 2 значит мы отнимаем 2 умножить на 1 2 умножить на 4 умножить на 2 и также отнимаем площадь маленького треугольника сторону которого тут по 2 тут 2 и тут тоже 2 получается 1 2 умножить на 2 умножить на 2 упрощаем это с этим 16 минус 8 минус 2 получается 56 это у нас вариант бы следующее задание основания наклонного параллельной пипеда значит рисунок у нас примерно тут получится такой давайте попробуем нарисовать вот ключевое слово наклонный поэтому чуть с наклоном и нарисуем очна конный параллельной пипед что нам дали нам дали то что это квадрат основания сторона которую равна 1 значит если это один это тоже 1 также нам сказали то что одно из боковых ребр равняется двум боковой ребра равно 2 если у нас а b c d то мы можем найти отца отца это у нас диагональ который равняется корень из двух теперь рассмотрим треугольник отца и а1 а один у нас наверху вот этот треугольник кстати он будет прямоугольным вот тут у нас прямой угол угол c который тут а тут а1 это у нас корень из двух и нам сказали то что ребро тоже равняется одно из боковых ребер равно двуме образуется каждый из углов приезжающих сторон на основании углу 60 хорошо давайте тогда а1 пусть будет 2 и мы найдем а1c а1c для того чтобы найти используем формулу из-под корня значки гипотенуза в квадрате 4 минус корень из 2 в квадрате 2 получается корень из двух так получается тут по 45 градусов нам сказали найти объем объем равняется с основания умножен на наш хорошо а1c у нас как раз будет высотой в параллелепипеде получается значит 1 умножить на корень из двух один этап в квадрате устаётся корень из двух метров в квадрате и следующее задание найти объем тела полученного превращения прямоугольника скатетами вокруг прямой а вот обратите внимание то что прямоугольник движется не вокруг все своего катит не вокруг своего катит а вокруг гипотенуза если он крутился вокруг катит то у нас у нас бы получился конус а у нас вращается в океа гипотенуза то есть это вот так вот кто может себе образует вот так и у нас получается некая такая фигура которая напоминает два конуса вот так вот то есть мы сейчас можем найти объем одного конуса и умножим его на 2 а для того чтобы найти объем конуса давайте посмотрим вот у нас конус значит будет вот так вот у нас первый конус значит если это 1 тот это тоже 1 тогда наши гипотенуз получают с корня из двух агипы то есть основание тогда радиус это половина значит корень из двух деленный на 2 и также высота тоже корень из двух деленный на 2 тогда для того чтобы найти объем конус используем форму 1 3 и r квадрат умноженное на h получается 1 3 умножить на pi умножить на корень из двух в квадрате границы уделено 2 в квадрате и умножить на корень из двух деленный на два у нас это получается 1 3 и умножить на 2 4 то есть 1 вторую минус–инfu на 2 получается корень из двух и деленное на 12 из но это объем конуса теперь мы должны умножить его на 22 умножить на корень из двух и деленное на 12 получается корень из двух деленное на 6 и это у нас ответ c вот такой вот у нас вариант тут я подобрал побольше графиков чтобы мы вспомнили свойства график тоже на экзамене могут попасться задание полегче потому что этот вариант был собран нашей командой значит спасибо всем за внимание не забудьте написать комментарии поделиться с друзьями подписывайтесь на наш канал и оставайтесь вместе с нами